Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы продолжаем читать вторую маковейскую книгу, и у нас сегодня вторая глава. Мы читаем этот замечательный текст в переводе Брагинской и Шмайна-Великановой. Вторая маковейская книга по-другому излагает те события, о которых говорилось в первой маковейской книге. Как по-другому? Если первая маковейская книга говорит о исторической конве, подробно и дотошно даже рассказывает о войнах, о столкновениях, о победах, о поражениях, о предводителях, о всем том, что было в истории. Вторая маковейская книга вскользь упоминает исторические события и больше всего говорит о богословском осмыслении того, что произошло, о том, как верующий человек должен воспринять, понять и какие выводы для себя должен сделать. Из этих исторических событий. И вот вторая глава продолжает первую. В первой мы читали о том, как евреи из Иерусалима обращались к евреям, жившим в Египте. А в Египте было некоторое количество иудейских общин, особенно в Александрии, которые в силу гонений, притеснений, преследований перебрались туда. Но сохранили связь с Иерусалимом, с маковеями, с народом послушным иуде-маковеем. И вот из Иерусалима направляются письма. Самое главное, о чем говорится в этих письмах, о том, что храм очищен от врагов, восстановлен, освящен. И в честь этого установлен праздник, кущий, который следует праздновать всем иудеям, в том числе и находящимся в рассеянии. И вот разные исторические подобные события вспоминаются в этой связи, в связи с очищением храма. И здесь вот говорится, глава вторая, вторая маковейская книга, вот говорится так. «Есть в записях о том, что пророк Иеремия приказал переселяемым иудеям взять огня, как было сказано, и о том, как пророк, дав переселяемым закон, заповедовал им не забывать повеление Господа, и, глядя на золотые и серебряные изваяния и на их украшения, не заблуждаться в своих помыслах. Говоря и другие подобные речи, он призывал не дать закону покинуть их сердца». Ну, в составе Священного Писания есть книга пророка Иеремия. Но здесь, видимо, даже не отсылка к этой книге, потому что в книге мы не читаем буквально того же самого. Видимо, речь идет о каких-то других записях, которые до нас не дошли, о каких-то других преданиях. Вот, оказывается, Иеремий приказал евреям взять огонь и, самое главное, не забывать повеление Господа. «Глядя на золотые и серебряные изваяния, на их украшения, не заблуждаться в своих помыслах». Что это за золотые и серебряные изваяния? Почему они так опасны? Конечно, речь идет о языческих божествах, о вавилонских богах. Уходя в вавилонский плен, евреи могли забыть истинного Бога и начать... Все вокруг в вавилоне кланяются этим богам, молятся им, вот этим изваянием, золотым, серебряным. А может быть, тоже начать молиться этим богам, может быть, забыть истинного Бога. И вот Иеремий предупреждает от этого, говорит, не заблуждаться в своих помыслах, не кланяться этим богам. «Говоря и другие подобные речи, он призывал не дать закону покинуть их сердца». Это очень важная слова, потому что закон, закон Божий, повеление Бога о том, как должен жить человек, по-настоящему записан в сердце. Не на скрижалях, не на страницах даже бумажных Библии, не в каких-то текстах. Это не уголовный кодекс, это то, что должно быть запечатлено в сердце человека, живущего по этому закону. И это относится и к эпохе Нового Завета, и относится к христианам современным. Те учения, те заповеди, те догматические истины, которые открывает нам Церковь, они должны восприниматься нами не просто как какая-то интеллектуальная модель философская, не просто как какое-то знание интеллектуальное, а это должно входить в наше сердце и проявляться в наших словах, действиях, поступках, взглядах, во всем, во всей нашей жизни. Сердце — это сердцевина человека. И вот именно в православном предании очень многое тоже говорится о сердце, о том, как молитва, как закон Божий должны вмещаться в сердце. Закон Божий — это не только Библия. Библия — это такое материальное выражение, нам проще опереться на Библию, для того чтобы то, что в Библии, Слово Божие, вошло бы в само сердце человека. Силуан Афонский, преподобный, вот он как-то говорил, что если бы было такое страшное гонение, что все экземпляры Библии были бы уничтожены, то бесстрастные монахи, которые вот есть, слава Богу, на земле, и вот они могли бы вновь воссоздать, потому что вот в их случае вот действительно этот закон Божий, он не только на бумаге, но он в самом сердце. Вот из своего сердца они могли бы воссоздать текст Священного Писания, даже если бы он был полностью уничтожен. И это действительно так. Вот если вспомнить о житии преподобной Марии Египетской, она сначала была блудницей, вела очень развратный образ жизни. Конечно же, она не ходила в этот период своей жизни, в воскресную школу какую-нибудь или на какие-нибудь курсы богословские. Потом она покаялась, поселилась в пустыне, провела там 40 лет. И вот когда через 40 лет она встретилась с Зосимой, с монахом, то оказалось, что она наизусть знает Священное Писание. Не потому, что она когда-то выучила, когда она могла бы выучить. Не потому, что она читала Священное Писание, находясь в пустыне, а потому, что этот закон Божий, потому что всех Священного Писания вошел ей в сердце действием богодати Святого Духа. И вот здесь тоже об этом говорится, что нельзя дать закону покинуть сердце. Закон Божий должен жить в сердце. И вот в этой записи, то есть в каких-то преданиях, которые до нас не дошли, но были известны автору Второй Маковейской книги, в этой записи было также сказано, что пророк, которому было откровение свыше, повелел Скинии и Ковчегу следовать за ним. И когда отправился он к горе, взойдя на которую озерал Моисей землю, полученную его делу от Бога, придя туда, Иеремия нашел пещерную обитель, внес туда Скинию, Ковчег и жертвенник для благовоний и завалил вход. Когда некоторые из его спутников приблизились, чтобы пометить путь к пещере, они не смогли отыскать. Узнав об этом, Иеремия упрекнул их и сказал, «Это место останется неизвестным, пока Бог не соберет собрание народа и не умилосердится. Вот тогда снова явит все это Господь, и узрит славу Господа, и облако, которое явилось при Моисее, и при молитве Соломона, чтобы священное место было освящено особо». Но вот зачем здесь приводится эта история о том, как Моисей спрятал священные предметы, связанные с храмом, в пещере на горе, где Моисей обозревал землю израильскую, до того дня, пока Господь не явит вновь эти предметы. Потому что это прообраз того самого, что произошло при Иуде Маковее, когда храм был вроде бы как осквернен, но вновь очищен, вновь Господь явил возможность молиться в храме. Говорилось о том, как он, получив мудрость, принес жертву за освящение и завершение храма. Как Моисей молился Господу, сошел огонь с неба, поглотил жертву, так и Соломон молился, и огонь сядя вниз, уничтожил жертву всесожжения. И сказал Моисей, поскольку жертва за грех не съедается, она пожирана огнем. Точно так же и Соломон праздновал в течение восьми дней. О том же Соломон рассказывалось, кроме того, в записях и памятных книгах не имея, а ровно и о том, как он, составляя библиотеку, собрал книги о царях и пророках, как о книге Давида, письма царей о посвященных дарах. Подобным образом и Иуда собрал все то, что растерялось из-за бывшей у нас войны, и все это у нас есть. Поэтому, если вы нуждаетесь в книгах, отправьте за ними посыльных. Ну вот, кроме этих преданий, о том, как Скиния была спрятана в горе, до тех пор, пока вновь не будет освящен храм, кроме этого, автор этого текста говорит еще и о книгах. Приводит разные другие примеры исторические, как вот были принесены разные жертвы, и говорит о книгах. И вот Иуда собрал многие священные книги, которые были растеряны из-за бывшей войны. И вот теперь все это есть. И вот александрийские иудеи призываются, египетские иудеи призываются к тому, чтобы тоже иметь у себя книги. И им предлагается помощь. Если вы нуждаетесь в книгах, отправьте за ними посыльных. Готовы взять на себя этот труд, переписать эти книги. А книги переписывались буквы за буквочкой, не было никаких печатных станков. Вот иерусалимские иудеи готовы взять на себя этот труд и переписать, и дать в египетские иудейские библиотеки эти книги. Закон Божий живет в сердце, но поскольку не всегда у нас получается так жить, чтобы закон был в сердце, нам необходимо, чтобы он был хотя бы вовне, хотя бы в книгах. И без священных книг верующий человек жить не может. Мы написали вам, собираясь праздновать очищение. Хорошо сделаете и вы, если будете праздновать эти дни. Бог, спасший весь свой народ и возвративший нам всем наследие, царство, священство, святилище, как обещано в законе, ведь мы уповаем на Бога, скоро помилует нас и соберет отовсюду под небом в свое святое место, поскольку Он избавил нас от великих бедствий и место очистил. Вот вновь и вновь призываются египетские иудеи праздновать этот праздник, очищение храма, и вновь и вновь именно Богу приписывается дарование победы и возможность вновь молиться в святом храме. Далее автор Второй Маковейской книги переходит собственно к своему повествованию и предваряет это некоторым предисловием. Вот о том, что было при Иуде Маковее и его братьях, об очищении величайшего храма и освящении жертвенника, а также о воинах против антиоха Епифана и его сына Евпатора, о явлениях с неба, происшедших ради тех, кто искал чести в подвигах во славе иудейства, числом уступая врагам. Они гнали их по всей стране и обращали в бегство орды варваров. И храм, о кое мова гремит по всей обитаемой земле. Они восстановили, освободили город и законы, готовые рухнуть, отстроили сызного, поскольку Господь с великой добротой милосердился над ними. Обо всем, что Ясон из Кириены изложил в пяти книгах, мы попытаемся кратко рассказать в одном томе. То есть вот в таких вводных словах автор говорит, о чем будет идти речь на дальнейших страницах. О победе Иуда Маковея, о том, как Бог помогал Израилю, о том, как был очищен храм. И, оказывается, был некий автор, Ясон из Кириены, который очень подробно в каком-то пятитомнике, в пяти книгах, изложил все эти события. Но здесь вот это будет изложено кратко, потому что задача автора Второй Маковейской книги не историческая. Ему важно не передать все события, которые происходили, а ему важно именно богословские осмыслить. Он будет говорить только о самом важном. Действительно, видя море словес и сознавая, что тем, кто пожелает вникнуть в подоплеку исторических слований, будет докучать обилие сведений, мы постарались дать любящим чтение занимательность тем, кто стремится запомнить, удобообозримость и всем читателям пользу. Но для нас, взявших на себя тяжкий труд сокращенного изложения, это дело нелегкое, стоившее пота и бессонных ночей. Также нелегко бывает тому, кто готовит пир и хочет угодить другим. И все же, ради пользы многих, мы охотно беремся за этот тяжелый труд. Ну вот автор говорит о том, что он читал все эти пять томов Ясона из Кириена, и труд по такому сокращенному изложению, которое он предпринял, оказался нелегким, непростым. Видимо, потребовались какие-то дополнительные исследования, усилия, молитва. Но вот он, тем не менее, это сделал. Полагаясь, мы беремся за этот труд, полагаясь на то, что сочинитель точен во всех подробностях, имеется в виду Ясона из Кириена, и беря на себя прилежное следование правилам сокращенного изложения. Ибо как строителю нового дома нужно заботиться обо всем строении в целом, а у того, кто берется за роспись восковыми красками, забота лишь о потребном для украшения. Так, я думаю, в нашем случае. Входить во все, обсуждать всесторонне и придирчиво, вникать в каждую мелочь, подобает первоначальному повествователю истории. Тому же, кто пересказывает, пусть будет позволено добиваться лишь краткости выражения и не заниматься подробным изложением событий. Поэтому начнем теперь повествование, ограничившись сказанным, ведь глупо саму историю излагать сокращенно, а предисловие к истории растягивать. Вот таким образом предваряет основную часть своей книги, автор второй Маковейской книги, как бы слайсно вот этого Ясона из Кириена оставляет за собой право в чем-то где-то ошибиться, в каких-то исторических подробностях. Мы просто повторяли за Ясоном, говорит автор, надеясь на то, что Ясон был точен. Мы во все исторические подробности не вникали. Вот, и поэтому с таким вот юмором, даже можно сказать, он говорит, вот не будем слишком растягивать это вступление, потому что мы хотим сократить текст Ясона, предложить вам краткие повествования, и было бы странно вот при этом слишком растягивать предисловия. Вот на этом заканчивается вторая глава второй Маковейской книги, которую мы читали в переводе Брагинской и Шмайной Великановой для библейского портала «Экзегет». Брагинская и Шмайной Великановой для библейского портала «Экзегет». Продолжение следует...